Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok О, смерть пришла, меня дома не нашла, я с товарками гулять ушла. У нас пели. Найдет смерть. Где пил, как плясал, все будет есть. Нам все представит, и каково другое злой язык. То есть разные-разные. И одно мытарство, испытание, прелюбодеяние, измена жене, внебрачная жизнь. Ну, все будет показано. И на этом мытарстве блуда погибает больше, чем на 19. Убийство. Там Гитлера увидят, Сталина, Ленина, Трумана, атомные бомбы, и все будет показано. Но на блудном мытарстве больше, чем на 19. На 19 там воровство отдельно, неблагоговение, мытарство. Это житие Василия Нового, там Феодора Цареградская. Ее обольстил один, так было. Говорит, ну, Бог видит по светлу, а если мы в старай зайдем, темно будет, то не увидит. И она впала в блуд. А дальше она помогала Василию Новому. Ну, так вот, принято. Это не слово Божие. Поэтому заставлять не можем верить. Но так принято. Тебе зачем это? И при том, вот я когда говорю, я как бы разговариваю с кем-то. И кто-то меня спросит, а ты веришь, что он изменится? Не верю. Ты будешь только глубже погружаться. От этого не отстаю. Ты как муха влип в эту липучку. Ты уже не можешь без этого. Ну, залезешь ты с головой под подолкни. И что ты там увидишь? Гниль, та же вонь, та же моча и кал. Там ничего больше нет. Через день, как только она умерла, тебя туда уже не поместишь. Там черви кишить будут. Один священник, переписывались с ним, и что-то случилось с женой, не знаю, где-то. И когда нашли, уже дня три прошло, и вот привезли, там одна каша, черви. И неужели я это любил, целовал, прикасался. Как это не верится? Он принял монашество. Это все то, что здесь есть сейчас, это минутное. И где, что если было, кроме жгучего, стыда, раскаяния, ничего в этом нет. Ты знаешь, что этого нельзя делать. И нигде-то, прямо на территории, даже за пределами нигде нет. То есть за тебя уже никаких преград нет. Ты все это ломаешь. Тебе нужна женщина. Ты неверный будешь, ты разведенный будешь. Это стопроцентная гарантия. И ты многократно будешь лезть, и женатая, и замужняя женщина, и там тебе башку сшибут. Ты не думаешь, что такой герой-то. Тебя захватят и на виллу посадят. У нас был один такой. В нашей деревне. Уехал куда-то, очень такой из себя мужчина видный был. Книжки у меня брал, считал где-то. И к чужой жене, в горах где-то он был, сразу нашли его и убили. А где был? В Казахстане. Казахстан там не потерпит. Ты в опасном месте живешь. Там, если заметят, чужой женой был, тебя сразу раздарут на счастье. Ты слышишь хоть что-то, нет? Да. Но тебе уже не отстать от этого. Ты как закоренелый блудник. Сам себе придумай наказание, пока тебя не убили. Становись. Это смертельно опасное занятие. Притом, если ты один раз пошел на это дело, сорваны все клапана. Тебя уже не остановишься. Ты даже на мать, даже на бабку нормально смотреть не сможешь. Ты будешь видеть только самку перед собой, как Лев Толстой пишет. Ты еще не понимаешь, куда ты залез. Вот сколько я гляжу, тебя везде... Ну я зайду в городский кино, смотрите, везде ты лепишься к ним. На костре точно та же история. Ты уже не можешь, чтобы женского благоухания не было. Оно скружило тебе голову. На тебя обращают внимание, ты пожалеешь о многом, о многом в жизни. Но об этом ты будешь жалеть уже с хрипом, с кровью из горла. Я предупреждаю, ему не подходить. Человек развращен и точка поставлена. То, что маленький, как разговаривает, он маленький не боится, я буду говорить, бояться. Он никого не стыдится уже, здесь народ и он тут же ее цапает. Левия, зачем тебе нужна? Что, ты обязательно женюсь на ней? Твои слова? Нет. Я все это знаю давно и все гляжу. И то-то рвался из-за гляжа. Ты осталась совсем мало времени. Успей хоть что-то взять в души своей. Еще две недели можешь побыть. Одна ушла Левия, значит, ты неведомо кидаешься на другую. Вот как бычки скачут. Тебе разницы нету. Будешь давить и этого, скакать на Нестора. У тебя уже преград никаких нету. Так. И что делали, да, засухи-то? Ну, мы с Фроси и Нафа грядки пололи, а Вик... Да. Быстренько сейчас все пройдите, где убывальник. Мы подойдем туда. Разберите свои щетки и... Что там для зубов нет. А остальное я ликвидирую. Пошел. Да, разберите, только свое берите. Не чужое. Шарик, как и обычный, энергичный. Возьмите свое, отойдите в сторону. Все эти, вот эти, которые есть. Тюбики, все заберите свое. Только свое берите. Мыло можете не брать. Только зубное. Зубные щетки. И тюбики заберите, а остальное я забираю. Еще раз посмотрите, внимательно посмотрите. Еще вашего больше здесь нету. Так я понял, нет? Нет. Ну, где твое, бери. Вася, Вася, матька. Так. Нет, грубик. Столько свое, еще еще его не брать. Паста, конечно. Сванинка, сванинка. Так, еще внимательно посмотрите. А вот еще, Венатик. Давай. Вот еще черта. А то что такое? Это Тимофея осталось. Так, еще что? Вот. А то что? Чей это тюбик? Может, тюбик? Нет, внимательно. У Любы нету еще здесь? А надо спросить. Посмотри, вот что у меня осталось в руках. Венатик, ты хочешь у вас что-то? Может, у Иоанна. При чем тут Иоанна? Какое она отношение имеет? Ничего у нее нету. Ничего у нее нету. Ну и все, вот он ползет. Видите, дайте ему что-то поесть. Видите, как просто. Видите? Сейчас она там. Ну, посмотри. Как искусно ползет он. Ой, это он команду такую знает. А где и оглядывается? Еще дадут. В чашку что-то положите, махабушка. Шарик. Шарик, берите. Шарик, берите его к нему. Да, да. Еще тебе укроп. Такие джунгли. Давай я уберу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть банок принес. Ну-ка, укроп какой-то выше роста, наверное. Да? Ну-ка возьми. Это такой? О, какие кучи. А куда его теперь это? А сейчас эти зеленые веточки обломать, а другого уже никуда. Ну куда ты? Насушите, чтобы на зиму-то, чтобы у нас было. Все. За стол садитесь. Вот эту даем. Это куда? Куда надо убрать? Шетки. Ну обратно положите. Что? Спросите, спросите. А что надо? Обратно. Ну теперь обратно положите. Все. Обратно положите свои. На место. Так. В обед мы разберем мыло. Точно так же остатки отсюда ликвидирую. Может было бы сразу. Ну-ка верните назад. Мыло разберите свое. У нас вот написано в путевке, что все остается здесь. Принадлежит лагерю. Что не нужно уничтожаем. Детское мыло где дает? Детское мыло. Вот это хозяйственное мыло. Кусок большой. Детское, которое... Хозяйственное, оно общее. Хозяйственное это общее. Так, мыло разберите быстренько. Мыло разберите. Сейчас я остатки заберу. Зеленое. Дай я достану. Это что, а не наше мыло? Да. А это где? Ну что? Сейчас случились. Детское мыло где? Да, да. Детское. Так, мыло все сюда складывайте. Так, еще что. Все мыло поднесите сюда. Поднимай. Так, все? Мыло больше нету? Сижу. Оставьте только свое. Все, если оставите, все будет ликвидировано. Все, все. Все, все. Все, все. Все, все. Все, все. Наши стирать надо было и уже в коробочке. Вы правы, а с этим я дам. В коробочке, вот, коробочка, вот, коробочки, а мы у нас. Все, нельзя тропить. Вы подняйтесь, не забудьте веники взять с собой. У вас там нет веников? Ну, в полный мешок можете себе наложить, натолкать. Очень легкие. Подарки хоть какие-то будут. С ногти со стола. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божьем, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. А сквозь этих. У нас-то сейчас-то не видно? Не видно. Вон, посмотри. Видно, нет? Посмотри, Володя, там, зайди. Поднимись на скамейку. Стань ногами на скамейку повыше. Прям сверху. Вот, глязгло, сунь туда к ним. Церковка, наверное, вылетит на этой неделе. Так, святой воды берите. Я вот каждое утро святой водой мою глаз, который болит. У меня глаз все еще видит. Я думал, уже год назад потерял его. Крестиком мажу. У уши маленько слышу. Так, а где Ильна Тихо начинает? Вот так. Какие-нибудь сектанты посмотрят, и все это назовут суеверием, как угодно. Любовник Николай, на корочке. Давай-ка. Ты не нужен. Сейчас пойдем домой, снимем там оттро. Где оттро? Как он в кофе любит начинает. Да, вот меня.